Когда в комнате снова неубранные игрушки, вещи лежат горой, как это, допустим, было у меня в детстве, у всех мам возникает логичный вопрос, как же приучить ребенка к уборке дома? Разобраться с этим вопросом нам сегодня поможет психолог Галина Швец. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Галина. Доброе утро. Итак, ну с чего же начать? Вот когда такая проблема существует? Есть семьи, где дети с удовольствием выполняют домашние дела и помогают с уборкой. Но есть другие семьи, где детей буквально невозможно заставить, они ничего не хотят делать и все делают из-под палки. Почему же? Причина в том, что оказывает влияние воспитание и как родители взаимодействуют со своими детьми. Было замечено то, что родители не обращают внимания и не замечают то, что дети уже делают хорошо и то, что у них получается. Потому что очень просто увидеть то, что ребенок уже не сделал, и родители говорят ребенку, критикуют, делают замечания, ругают. Что происходит? У ребенка снижается самооценка, ребенок начинает себя чувствовать плохим. И особенно если он понимает, что через уборку меня постоянно ругают, он пытается всеми силами этого избежать. И, конечно же, никакой активности ребенок не будет проявлять, никакую инициативу. То есть нужно хвалить? Да. Но бывает еще другая ситуация, когда родители считают, что ребенок еще маленький, что ему это будет сложно, особенно, да, они еще пугаются того, что нужно будет за ребенком все-все переделывать. Со скольки лет можно дать ему тряпку в руки и сказать, вот зал твой сегодня? Два-три, нормально? Я рекомендую постепенно приобщать ребенка к уборке и к наведению порядка. То есть он начал обалдеть по тряпочке, да? Да, мы можем уже предлагать, то есть самое главное, да, вот в начале, уже когда ребенок вот маленький, да, нужно его приглашать к уборке. То есть мы его не заставляем, а просим, да, а попробуй это сделать, а давай это. То есть ему нужно так это все предоставлять, чтобы ему было интересно. То есть в этот момент мы можем включать музыку, а мы можем интересно, весело закидывать там кубики, например, в коробку. А следующее, то, что вот очень важно, обязательно должны отмечать любые, даже самые малейшие успехи ребенка. Даже если он просто там заселил кровать, но другого ничего не сделал, мама отмечает и говорит о том, что как же здорово, как она рада. Потому что у детей, вот я как бы расскажу секрет, уже природой заложено то, что они хотят, чтобы мама и папа ими гордились. То есть родителям нужно показать, да, то, что вот ты это делаешь, и я очень рада, да, я тобой горжусь. Даже иногда стоит детям просто проговаривать о том, что ты мой уже, да, главный помощник, ты хозяюшка, у тебя уже получается. А очень часто родители делают все наоборот, а если они заселили кровать, то есть родители тогда обесценивают. Ну это как само собой, да, разумеющийся, то есть обязательно проговариваем. И направляем ребенка то, что у тебя уже получается, мы даем ему такой аванс. Даже если мы думаем о том, что хвалить еще, поощрять еще не за что, да, но мы его направляем, и ребенок всеми силами старается соответствовать, да, нашим словам. Следующее, нужно обязательно устанавливать правила. Конечно же, не всегда детям хочется убирать, наводить порядок, но, ну вот так, да, и мы ребенку говорим о том, почему это важно, почему это нужно делать. По будням ребенок убираешь ты, по выходным твой папа, правильно? Да, можно так предлагать, да. И ребенок, конечно же, может возмущаться, он может быть недоволен, плакать, не хотеть. Но мы, да, доносим информацию, нам много чего не нравится, да, но вот такие правила, и у тебя есть свои обязанности, которые ты обязательно должен выполнять. А можно вот вопрос, мы смотрим на эту проблему под углом, как приучить ребенка, а можно, мне хочется посмотреть немножко по-другому. Есть семьи, где у ребенка особо не спрашивают, нравится ему уборка или нет, надо, значит надо. И у него уже ассоциация априори идет, что уборка это заставляют, это значит что-то, что я не могу хотеть вообще этим заниматься. Как, если у родителей уже есть привычка заставлять ребенка это делать, как перейти от того, чтобы заставлять, к тому, чтобы поощрять, наоборот, и хвалить его? Здесь как бы стоит родителям просто пересмотреть, как я вот уже говорила, свои методы воспитания и как они сами относятся к уборке. Если, конечно же, они все как бы разбрасывают, но при этом они требуют от ребенка, то есть, ну, здесь как бы сомнитель, да, то, что ребенок будет, да, с удовольствием как бы это делает. Да, все верно, нужно показать свой собственный пример. И здесь очень важно отслеживать, как мы сами наводим порядок. Если ребенок видит, что мама с недовольным лицом, она уставшая, замученная, там, ругается, там, ей все не нравится, ну, конечно же, ребенок тоже это не будет делать с удовольствием. И он, конечно же, будет всеми силами избегать уборки. А также я хочу обратить внимание родителей, никогда нельзя наказывать детей трудом. Нам нужно демонстрировать ребенку, что трудиться, вообще-то это здорово, это интересно, это, говорится, классно. И ты делаешь хорошо для себя, для других, то есть, мы показываем, труд это благо. Но как только мы ребенка заставляем, когда мы его ругаем, когда он что-то не делал, мы наказываем тем, что ребенок в течение целой недели моет посуду, то есть, ребенок понимает, что труд, трудиться, это наказание, это плохо. И, конечно же, в таких условиях, говорится, заставляя, как бы просить у ребенка помощи, он, конечно же, будет отказывать. В общем, если подводя итог, самое главное, это как-то поощрять и хвалить ребенка и обращать внимание на его собственное усердие. Да, обязательно. Еще, конечно же, мы всегда способствуем тому, что если ребенок проявляет какое-либо желание, инициативу, то, конечно же, мы очень радуемся и помогаем ребенку. И если мы видим, что у него не получается, ну, конечно же, да, это маленький ребенок, он новенький в этом мире, он пока еще только учится. Да, иногда нам нужно будет и перемыть после него посуду, и собрать осколки от тарелки. Но здесь мы все равно оцениваем то, что ребенок усилия приложил, да, и когда мы уже это переделаем, желательно, чтобы ребенок ничего не видел. Галина, вы так об этом рассказываете, что я вам точно верю. А я захотел убраться. Да. Галина, благодарим вас за эту беседу и напомним, что помочь разобраться нам в том, как научить ребенка убираться дома, нам сегодня помогала психолог Галина Швец. Ну, а мы продолжаем встречать это утро. Оставайтесь вместе с нами на Беларусь 2.